Угу, приветствую. Слышно? Да. Я тебя звонил 5-го числа по поводу портфельчика, там, родителей свидоведа, понял, занят был? Ну, что больше никто не перезвонил, поэтому... Я понял. Слушай, когда мы можем с тобой встретиться, чтобы с глазу на глаз, я тебе все детально объясню, потому что по телефону все равно не поймешь, многие задали, чтобы мы и по графикам прошлись, и по твоему портфелю, и прочее, прочее. А если не встречаться, просто как-то можно это так обсудить? Ну, можем по видео с тобой хотя бы созвонить, зрительный контакт наладить. Просто я не привык по телефону такие вопросы решать. Так, ну, а как-то тебе можно узнать что-нибудь помимо? Сдаваю вопросы. Ну, не знаю, где ты учился, чем занимался, как пришел к этому. Смотри, я тебе тезисную историю расскажу. Мне сейчас на данный момент 27 лет. На рынке я уже в районе четырех с половиной лет торгую. Непосредственно образование у меня экономическое. Изначально, когда я институт закончил, я пошел работать по профессии. Мэй заканчивал. Мэй? Какие-то я работать и так далее. А биржи у меня дядя занимался. Он меня в это дело подтянул. Я начал торговать. Изначально там начал депозит где-то 3,5 тысячи долларов. Торговал только на валюте. В итоге за два с половиной месяца я слил все деньги. Когда я только начинал. Потом я начал сбивать на металла. Скосаря. То же самое произошло. Ну, шишки, грубо говоря, набивал. И в итоге потом я пришел просто к портфельному инвестированию. То, чем сейчас, собственно говоря, занимаюсь уже непосредственно в компании. Я составляю в портфеле. Сам торгую именно тоже на бумагах. Защищаюсь также металлами если какие-то кризисы и прочее-прочее. Иногда захожу на валютные пары. Также товарно-серевой рынок у меня отключен. То есть в целом по образованию, по опыту такой момент. Понятно. Так, ну а если ты говоришь, что в организации работаешь, то в какой? Высшая школа управления финансами. Ну, высшая школа, да, это высшая. Но при этом, получается, никаких документов на торговлю нету, да? Вот этих лицензий там всего, ты говорил. То есть то, что вот у вас есть лицензия на образование, это я видел там, да? Лицензии есть. Смотри, я тебе просто объясню. Лицензия на торговлю тебе потребуется, если ты будешь деньги отдавать на доверительное управление. Мы просто делаем со своей стороны запрос в центральный банк. Нам в течение недели присылают список непосредственно трейдеров и управляющих, у которых есть свободные места и от каких сумм они принимают к себе клиентов. Мы созваниваемся с этим трейдером, у которого лицензия центрального банка. Если он приезжает там в офис, ты приезжаешь к нам офисе, вы уже общаетесь непосредственно по активам, по тому, какой будет взаимодействие и так далее. С этим трейдером? Да, конечно. Если ты деньги там на доверительное хочешь отдать. Я просто работаю по формату, что мы с тобой просто открываем брокерский счет у брокера, ты выполняешь туда сумму и я тебя полностью веду как клиента. То есть эти сделки, которые ты открываешь у себя, в любом случае, они открываются у меня на счете. То есть у нас такая формация. Если я за квартал показываю отрицательную динамику по своему счету, то меня на 4 месяца отстраняют от работы, пока я не покажу плюсовую активность. У меня сейчас на данный момент находятся 23 клиента в моем клиентском портфеле, которыми я так и занимаюсь и веду. То есть это и Россия, и зарубежные ребята. Понятно. Где-то скольки работаешь? Ты говорил, допоздна, допоздна, потом детей еще там забирать из школы. Что-то такое, по-моему, было, да? Ну да. До восьми часов вечера рабочим. А если мы утром с тобой встретимся? Ну, утром мне надо на работу ехать. Как я? Я встречусь, а потом мне надо будет добираться откуда-то. То есть смысл встречи. Ну, как бы вот эта встреча. А у тебя работа где? Ну, в центре почти. Ну, а какая станция метро? Дмитровская. Это серая ветка, по-моему, да? Ну, да. Ну, там, по-моему, серая она, да. Ну, смотри. Ну, тебе от Белорусской до Дмитровской 10 минут на метро ехать. У тебя же работа с одиннадцати начинается. Да. Ну, мы можем с тобой встретиться в девять-тридцать утром, посидеть там до десяти-тридцати, до десяти, там, сорока и ты поедешь. Ну, мне, чтобы туда же тоже надо добраться. У меня же... Ну, то есть, я как, я отвожу детей в школу там, получается, вот. Мне нужно... Дальше идет у меня путь. А как я детей тогда в школу мне не получится отвезти, мне нужно будет к тебе ехать? Смысл-то, да? То есть, я отвожу детей, потом... Ты же можешь детей в школу закинуть и ко мне? Ну. У меня вот как раз этот вот путь и рассчитан до работы. Ну, а если ты детей просто пораньше закинешь, чтобы с тобой пересеклись? Ну, как там дети, что будет? Ну, я не знаю даже. Ну, по этому груму мне как-то не очень так вот именно прямо специально ехать утром встречаться. Слушай, а во сколько перерыв на работе? Ну, да в любой момент. Ну, в общем-то, если никакой работы нет. Ну, если... Ну, просто я не люблю по телефону. Проще тогда, чтобы я там, не знаю, на Дмитровскую поехал. Мы с тобой в кафешке где-нибудь там сидели и поболтали. Потому что я, ну, по телефону не любитель. Именно знакомиться и так дальше, чтобы работать. Ну... Проще тогда так вот сделать, если ты там сдернуться не можешь. Либо еще проще взять там перерыв и до меня доехать. Ну, как удобно, в принципе. Ну, сам этот офис, получается, который... Ну, да, на Белорусской. Ну, а ты, получается, в самой школе, да, находишься? Вот в этой. Нет, у меня пять-два. Пять-два. А что насчет субботы? Ну, вот субботу я, как бы, на детей отращиваю. В эту субботу точно нет. Бывает, там какие-нибудь отчеты писать по выходным. Пишу еще отчеты периодически. Угу. То есть... На прошлой неделе полторы было. Ну, вот. Ну, вот тут сейчас кипиш идет насчет всего этого. А что случилось у них почему загорелось? Ну, я откуда знаю, с соседнего здания там кондиционерный отсек загорелся. Как раз напротив нас и все. И там полэтажа, ну, там что-то сгорело. Там и верхние этажи пострадали, и нижние, получается, организации там заблокировали работу на сутки двух зданий. Ну, люди хоть целые остались? Да нет, там никто так-то не пострадал. Нет, нет. Там никто не пострадал. Просто что... Ну, это самое главное. Самое главное, это люди, чтобы... Ну, да. Нет, такого... Ну, как бы, там все сработало. Вручную запустили сигнал кинуть, вот эти все пожарные, людей всех вывели. Ну, просто что вот. И вот ситуации разные, большие здания, тысячи людей. Конечно, что-то где-то случается всегда. Угу. Я понял тебя. Ну, давай как сделаем, если ты там субботу выходные на детей тратишь... Я просто не знаю, у меня там завтра как по графику. Давай ориентироваться так. Я так либо на завтра смогу подъехать, либо на понедельник-вторник. На понедельник-вторник. На понедельник. Можно на понедельник попробовать. Ну, а как в понедельник вообще со временем? Ну, можно в понедельник попробовать. Ну, то есть, созвониться предварительно. Не просто ехать и без всякого. Ну, чтобы созвониться, скажу... Не, я просто не поеду. Я что, нелешний дурачок. Да, ну понятно. Просто поехать сказать все. Да, не, ну вот на понедельник. Я под окном стою. Да, да, да. Ну, у тебя перерыв вообще со скольки до скольки на обед ходит? Ну, в общем-то, как мой рабочий день с 11. Ну, условно, после обеда там, после двух уже часов там. Ну, а с двух там до пяти можно переразбирать. С двух до пяти. Окей. Ну, давай тогда как сделаем? Завтра я посмотрю, там, до меня, по идее, люди должны доехать. И тут еще, ну, бумажные там волокиты есть. Моменты надо разгрести при конец недели. Сам понимаешь. Если завтра я там свободен буду, вот в этом диапазоне, тогда там наберемся. У меня понимание, где часиком к 12 появится. И тогда завтра подъеду. Если нет, тогда завтра наберемся. Не, я сразу лучше на понедельник, я говорю. На понедельник сразу говорю. А, сразу на понедельник? Да, да, да. Ну, чтоб понятно. Все, я тебя услышал. Хорошо. Смотри, я сейчас просто портфель какой делаю. Там видел, что вообще на Украине происходит? Нет. Ну, что там у них пандемия началась, и все, конечно, знаю. Все. Красная зона больше началась. Нет, ну там... Нет, смотри, я тебе просто объясню. Там уже, получается, границам к Украине наши войска выдвинули. Там недалеко от Таганрога стоит, получается, на границе 100 тысяч человек и 20 тысяч единиц военной техники. И в Крыму такая же тема. Плюс еще Черноморский флот находится в боевой готовности. Также еще там США закинули три своих самолета в Украину. А, ну из-за самолетов, получается, да? Наверное. Да. Ну, то есть там вообще сообщается то, что Россия там нарушила вот этот договор, касаемо там прекращения огня на Донбассе. И получается там наши вроде какие-то тоже военные войска находятся. На фоне этого доллар очень сильно может подскочить. То есть вот он был там в начале недели где-то 76, уже вчера до 78 доползал. Просто суть заключается в том, что, если помнишь в 2014 году, почему доллар-то с 30 до 60 улетел? Было у тебя понимание или нет? Да нет, я не слежу в этом сильно. Я помню, что он что-то подскочил, что-то произошло там. Ну, понятно. Но там та же самая история была, вот как раз когда все это с Крымом было завязано. Европа и Америка, она же за Украину больше топит, а Россия как бы сама по себе. Ну да. И так получилось то, что там вот эти все военные действия происходили и прочее, прочее. Ну, ты сам знаешь, любая война – это в любом случае бизнес. И когда мы в Крым, так сказать, войска свои отправили, по идее Украина должна была отправлять отряд «Альфа», чтобы, ну, в Крым свой защитить. Ничего это не получилось. Там якобы это сделали референдум, голосование. Ну, по факту это такое голосование, как у нас вот Путина выбирают каждый раз. Ну, сам понимаешь. Вот. И после этого Америка как бы, ну, ничего сделать не смогла нам, и она ввела санкции, как раз когда Обама ввел. И из-за вот этих санкций курс взлетел. Как бы если вот сейчас вот из-за вот этих военных действий, что там начнется такой же кипиш будет и Россия какой-то кусок себе, отхапает, в любом случае Америка в виде Байдена тоже какие-то санкции ведут. Потому что они против нас, ну, не очень настроены. И курс тоже может взлететь. Поэтому я сейчас портфель впихаю в военную промышленность. Все такие, как бы в основном компании. И там визы, мастер-карт, банковский сектор тоже запихивают. И все вложения у нас будут изначально в долларах. То есть если даже у тебя сейчас там что-то рублевое есть, лучше это в доллары перевести, потому что курс может улететь. Угу. Как и тогда. Потому что навряд ли Путин проснулся с утра из-за плохой погоды, он там решил войска вытянуть. Ну, сам понимаешь, так ничего не бывает. Ну, может быть. Да. Поэтому мы вот сейчас немного, так сказать, переориентировались на военную промышленность. Ну и там прибалансировку в портфеле, в общем, сделали. Я тогда к понедельнику все посчитаю. С готовым, так сказать, пакетом приеду. И мы с тобой уже по нему пробежимся и пройдем. Хорошо? Ну, давай можешь посмотреть, конечно. Да. Мне тогда по сумме, как тогда обсуждали, где-то в районе диапазон 300-300 тысяч, да? Ну, да. Все, я тебя услышал. Угу. А там у тебя какой адрес, чтобы я заранее понимал, куда двигаться? Ну, Новодмитровская, дом 2, корпус 1. Сейчас я посмотрю, какие там кафешки есть. А, там много, там все в кафешках забито. А, это Савеловский ситик, где три вот этих здания стоят? Бизнес. Да, да, да. Я понял, где это. Ну. Все. Ну, там прям самих этих, по-моему, там есть какие-то. Да, конечно, там все забито этими кафешками. Все, ну, тогда там где-то и сядем. Я понял. У тебя здание, получается, самое первое? Ну, желтое. Желтое, да. Там желтое или серое, по-моему. Или белое. Да, серое. Следующее, там коричневое. Да. Все, я тебя понял. Ладненько, рад был слышать, тогда добавить. Хороших выходных тебе. Спасибо. В понедельничек, тогда с утра наберем. Все, ладно? Сюда, хорошо. Все, пока. Все, пока. Угу. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а вот ваша школа занимается там брокерскими услугами какими-то? Нет. Ну, там продажей квартир, ой, квартир, говорю, продажей картин, ну, там типа аукционов, что-то еще такое. Ну, у нас только курсы, это Абгалтери, личные финансы, то есть курсы по недвижимости, в кабинете финансовое предприятие. Ну, звонили просто люди, ну, вот представились в вашей организации и говорят, что не находятся у вас, приглашают к вам, ну, в офис на Лесную 5, подписать, в общем, договор, что там можно встретиться и с брокерскими какими-то людьми, личностями, и портфели какие-то можно будет организовать. Ну, сейчас могу сказать 499, ой, не 499, сейчас тоже так отправлю, на 999 сотовый был, причем обычный. Нет, сотовых наши сотрудники не могут звонить. Ну, причем они сами предлагают встретиться и предлагают приехать к вам, именно на Лесной, дом 5, и что, я говорю, там же, говорю, школа находится, которая по обучению, они говорят, да, но там также есть еще параллельно, вот, и их услуги могут оказываться, ну, такие в плане брокерских. Ну, а у вас вот это здание, где вы находитесь, оно большое или у вас это вот ваше односторонное здание? Нет, это бизнес-центр большой. Бизнес-центр. Возможно, где-то там что-то и есть, что прикрывается вами, но не вы, да, может быть? Даже так, если не приглашают. Нет, нет, нет. Никаких брокерских там, во всем фирм, вот, в вашем офисе не располагается, да? Нет. Ну, ладно, спасибо большое. До свидания.